Друзья, всем привет! Воскресенье, утренний кофе. Если его передержать, выливается и заливает всю вот эту штуку, весь поднос. Я его сколько раз уже мыла. Завтрак у нас сегодня состоит. Чай с молоком, яйцо, хлеб с маслом и каша. Я не поняла, какая, наверное, ячневая. Ячневая, как правильно, ячневая или ячневая. Да я не буду это есть. Мы вообще не завтракаем. Я беру яйцо, хлеб с маслом. Но это я просто взяла, чтобы вам показать. Думаю, вдруг Тимур захочет, потому что он спал. Но он у нас не завтракает, и я тоже. Я пью кофе, хотя уже время, наверное, часов 10-11. Не, ну вы вот это слышали? После того, как я сказала, что яйцо и так далее, у меня Тимур захотел яйцо. Я ему почистила. Он теперь его есть не хочет. Он теперь его есть не хочет. Он его понюхал и сказал. Что ты сказал? Сказал, что оно пахнет, понимаете? Говорит, пахнет пуками. Я говорю, что яйца так должны пахнуть. Но оно не тухлое, нормальное яйцо. Но слава богу, сейчас яйцо я у него... Ну, слышали? Яйца все так пахнут. Нет. Вот полежи с ребенком. Я, говорит, хлеб с маслом буду. Вот так и живем. У нас здесь есть пеленка такая, одноразовая, которую я селю вместо скатерти. А с чем? Яйцо с чаем? Нет. С маслом. С кашей. Что, кашу не хочешь? Сюда я, мама, к тебе давай. Давай. Я чай с молоком подогрелю на яйцо. Чай с молоком подогреть. Я в микроволновку поставлю. Сейчас, друзья, поставлю чай в микроволновку и будем завтракать. Вот так больничный... Ой, приклеился. Чай приклеился. Так, идем греть. Благо у нас палата прямо напротив столовки. Прям вообще напротив. То есть, когда нам надо, мы самые первые. На завтрак, обед и ужин. Так, чтобы разогреть, надо поставить на двоечку. Если поставишь на троечку, то, еще раз говорю, зальет весь поднос. Но на двоечку я не буду, потому что ему сильно горячее будет. Вообще, нам сегодня надо сходить в магазин. Вон напротив магнит. У нас закончился сахар. Закончились фрукты. То есть, нет ни одного яблока, ни одного мандарина. Это я после обеда схожу. Но это уже не на рынок. Ну да, можно сказать, на рынок. Так, если не забуду, поставлю, как я там брала. Там солености есть. Яблоки хорошие, лучше, чем в магните. И куплю. Вчера пригодилась наша тушенка. Вчера положили сюда, в нашу палату. Мальчишку с футбола привезли. Был у них турнир. В общем, они играли. Он поломал руку. Вот, приехал с мамой. Ну, как говорится, в чем были. В бутсах, в этих, в гетрах. И так далее. Сейчас попробуем. Нормально. И, в общем, естественно, дитё есть хочет. Представьте. А уже время было поздно, часов 9 вечера. Короче, я предложила свою тушенку. Пригодилась тушенка такая классная. Они её открыли. Ну вот она как запахла на всю палату. И сказали, что моя тушенка лучше, чем они где-то там покупали когда-то. Мы обычно не так обедаем. Я не думала, что он чай будет пить. Но вот сюда складываем одеяло, типа как столик. Давайте так и сделаю. Или так будешь? Ну, смотри, всё, мешать не будем. И начинается история. Чай невкусный, чай несладкий. Он ещё ни разу не пил здесь чай с молоком. Но он, да, здесь такой жидковатый. Молоко тоже, кстати говоря, когда вечером дают такое пресное молоко, его разводят. Сегодня у нас холодно. Но, тем не менее, вот сейчас к обеду начало таять. Всё, я утром засняла, как чистят снег. Ну, как всегда, друзья, о чём мне ещё заснимать? Я вам обещала обзорчики на каналы. А вы знаете, с телефона, оказывается, невозможно сделать так, как я хотела. И что я хочу сказать. Я смотрю несколько каналов, но не так, чтобы прямо, знаете, вот прям смотрю-смотрю. Но, тем не менее, есть такие каналы, к которым я периодически захожу и отслеживаю то, что у них там происходит. Вот один из таких каналов. Таша Муляр, мне он очень нравится. Смотрю, я за ним уже давно. Мы с ней, ну как так, интернет знакомы, наверное, да больше уже, наверное, двух лет. Мне так кажется, давненько. Вот, и я вам, кстати, его рекомендую. Это каналчик. Я же вам говорила. Об безделье, лёжа в больнице, я вам начну делать обзор. Итак, канал Ташмуляр, это москвичка. Я начала её смотреть, когда, 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 по-моему, по-моему, она мне сама написала на почту. И что-то мы с ней вместе делали. Вот, не помню. И, в общем, естественно, я же не могу отслеживать все каналы. Когда я зашла, посмотрела, говорю, вау. Это, в общем, женщина, она живёт в Москве. Она, когда я к ней пришла, это было два с лишним года назад, она делала украшения. Ну, то есть, это дизайнер украшений. И, понимаете, меня этот канал привлекает тем, что он там совсем не так, как у меня на канале. Вот, совсем не так. Когда мне надоедает свой собственный канал, своя собственная, как бы, деревенская жизнь и окружение, когда мне надоедает свой деревенский YouTube, я всегда иду на два канала. Я иду либо к маме Отличника, либо к Таше Муляр. Потому что там совсем другая атмосфера, там совсем другие люди. И я какое-то время отсиживаюсь у них на каналах, ну, как бы, читая комментарии, глядя на то, как, в общем, живут эти две женщины совсем не так, как я. И, в общем, таким образом можно сказать, что я меняю обстановку. И вот у Таше Муляр на канале такая всегда очень доброжелательная атмосфера. Очень доброжелательная. Причём, все знаете, такие вот очень культурные люди подбираются там. Я хочу сказать, да-да-да-да-да, очень культурные, очень, знаете, так выражаются литературным языком. Что мне, ну, не то, что непривычно, но, понимаете, в обычной жизни, в обычной жизни редко встреч. Они, конечно, промелькивают комментаторы с такой речью, с таким словарным запасом. Но, во всяком случае, не у меня на канале, когда я туда захожу, мне всё время это, конечно, сразу видно, понимаете. Я сразу всё время на это натыкаюсь и говорю, вау, ничего себе. И я какое-то время смотрю её видео, потом, значит, отдыхаю. Понимаете, так как я женщина, но у меня другие интересы, понимаете, другие. И мне, в общем, я там как бы заряжаюсь энергией и ухожу к себе на канал и делаю там свои опять деревенские дела. Варю сыр, даю коров и так далее. Понимаете, что я вам хочу сказать? Я просто выбираю выражение, чтобы до меня не доцепились. Никто не доцепился. В принципе, я могу это выразить коротко и ёмко. Но я пытаюсь всё это сделать зафуалированно. И так ещё раз говорю, чтобы никого, не дай бог, не обидеть. У меня абсолютно нет такой цели. Понимаете, как для меня там люди слишком рафинированные. У нас жизнь в деревне попроще, ближе к земле. То есть мы не боимся муравьёв, не боимся ящериц. Понимаете, у нас совсем другой подход. Мы не поем кошек лимонадом, не восхищаемся котятами, вот, кутятами. Ну, то есть мы такие вот более приземлённые. Нет таких эмоций в нашей жизни. И поэтому, когда я туда захожу, ну, ещё раз говорю, с непривычки, я говорю, ой, вау. А потом мне это начинает приедаться. Потому что, ну, ещё раз говорю, вот у нас такая жизнь, понимаете, более, ну, я уже подобрала такое, не знаю, как оно подходит, это слово. Более приземлённое, более недавно, вот буквально полгода назад у Таши Муляр канал стал вызывать очень такой повышенный интерес у людей, которые её смотрят, из-за того, что она переехала с Москвы в СНТ. Она начала отделывать дом, свой дачный домик, у них такой хороший домик, участочек. И мне стало интересно смотреть, интереснее, потому что это более приближенно к моей жизни, ну, согласитесь. Но мне не нужно вот это вот, ещё раз говорю, вот эти вот украшения, прогулки по Москве. Я так иногда их смотрела, но как-то вот нет. А вот когда она переехала в СНТ и стали отделывать домик, там печка у них русская такая же, как у меня, понимаете, мне, естественно, это как-то поближе, я стала смотреть её почаще. Вот. И мне очень нравится, что она, понимаете, как она и там проявляет свои вот эти вот дизайнерские способности, что ли, дизайнерскую склонность. Она очень так продумывает, как делать ей домик, какую плитку положить, какой ламинат, ну и так далее. Понимаете, красиво получается. И вот это вот её переезд, вкупу с тем, что она сделала видео, что же её сподвигло на этот переезд, дало вот такой, понимаете, рост её каналу. Сейчас там много просмотров, много подписчиков. Интересно очень смотреть. На самом деле, вот, и она снимает влоги. То есть, влоги это репортажи о своей каждодневной жизни. Я, так как смотрю всё это дело не с компьютера, друзья, вы можете, подождите, сейчас я пересяду на свою больничную коечку. Вы, может быть, удивитесь, от чего вообще я начала цепляться до чужих каналов. Но я вам ещё раз говорю, у меня у самой 200 с лишним тысяч подписчиков, я давно на YouTube. Я делаю кое-какие выводы. Вот, я отлично отношусь к тем каналам, про которые буду вам рассказывать. То есть, эти каналы мне нравятся. Вот, и я буду, в общем, выражать своё мнение, так что ничего обидного, понимаете, как бы, не надо говорить, кто ты такая и так далее. Обычный зритель, с точки зрения обычного зрителя, который, может быть, чуть больше понимает самой вот этой вот ютубовской кухни. Так вот, я не помню, там, на чём я остановилась, но я помню, чем я хочу продолжить. У неё есть несколько видео, заснятых довольно давно, которые тащат её канал вперёд. То есть, когда вот зрители пишут в комментариях, что вот там кто-то, начат накручивать подписчиков, друзья, всё это чушь собачья, никогда не верьте. Если вам блогер с экрана говорит про это, скорее всего, он просто ничего не понимает в ютубовской кухне, понимаете. А так как вы тоже не варитесь в этой каше, то вы ему верите. Нет, ничего подобного. Вот, на примере Таша Муляр, я вам хочу сказать, что же тянет последние полгода её канал вперёд. Вот это видео, которое она засняла о переезде с Москвы в СНТ, за полгода набрало 200 тысяч там с лишним просмотров. Вот именно оно, возможно, там есть ещё какие-то, именно оно является двигателем основным, который подтягивает аудиторию. Кроме того, у неё за это время есть несколько видео, я сделала скрин с телефончиком, ну, простите, чем, так сказать, что у меня есть под руками с того и сделала. Вот, и посмотрите, там есть несколько полезных видео, которые где-то, наверное, раз в несколько месяцев выходят в топ, понимаете. И вот эти полезные видео всегда будут тянуть этот канал, чтобы Таша не снимала. Кроме того, так как она, ещё раз говорю, снимает каждый день интересные влоги, люди привыкнут. У неё есть кошечка, у неё есть собачка. Собачку зовут Сату, кошку зовут Кота. Компот его зовут, господи, я что-то пушистый такой котик Компот. Вот, людям нравится смотреть, потому что на животных собаке посвящён отдельный канал, но его я не смотрю, не была ни разу, я вообще не знаю, про что там. Вот, и понимаете, так как у неё на канале, ещё раз говорю, есть полезные видео, которые учат людей чему-то. И плюс у неё такие интересные влоги. Сейчас, во всяком случае, многие смотрят их из-за того, что, ну, понимаете, всем интересно, всех... Это парадокс такой, типа того, зачем москвичка вообще переехала на какую-то там дачу и живёт сейчас в дачном массиве и отделывает дом. Ну, это, естественно, всем интересно, как всегда. Тем более, что большая половина жителей нашей страны, это дачники, дачники стопроцентные, большая половина у всех есть дачи, все чего-то там выращивают, помидорку, картошечку и так далее. Вот это вызывает, конечно, интерес. Сейчас, друзья, ну, вот как так, как могла, без всякой подготовки, я уже затянула видео. Всем пока. Вообще, мне самой этот обзор не очень нравится. Это не обзор, это просто моё мнение. Но мне с телефона тяжело сделать полноценный обзор. Канал, нужен компьютер, где ты можешь посмотреть статистику и так далее. Мы даже здесь сушилблэйд толком не грузится, то есть не вставляются ссылки. Ну, вот как-то так. Зато я вам сегодня создала воскресный полноценный видос. Всем пока, всем здоровья. Нам ещё лежать здесь до четверга точно. Это будет три недели, как мы здесь находимся. И потом, когда наложат гипс ещё какое-то время. В общем, такие дела, друзья. Всем пока. Выключаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok